Здравствуйте, мои дорогие слушатели, вся информация и видео опубликована на нашем сайте взятой из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. В Азербайджане создана армия нового образца. Современное оружие азербайджанской армии – это мощь, доступная лишь немногим. Очередной день вооруженных сил Азербайджана – это не просто календарная дата – 26 июня. Это в первую очередь символ, показатель развития и успехов азербайджанской армии. Армии, которая за последние годы прошла огромный путь в своем развитии, на который у других государств уходит десятилетие. Армии, которая является творением Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, его детищем, развитию и совершенствованию которого он уделяет огромное внимание. Армии, способной на многое уже сейчас, нацеленной на будущее, мобильной, подготовленной, обученной, с патриотически настроенным личным составом и мощным вооружением, руководимой опытными кадровыми офицерами. Как передает АЗ. Эйзи со ссылкой на армию. Эйзи, азербайджанская армия, сейчас на пике своего могущества. Она становится сильнее день ото дня. Это армия нового образца, поднявшейся на высочайший уровень развития. Что же стало причиной этого? Какими стали вооруженные силы нашей страны, и какими они еще будут? Об этом мы и поговорим, рассказав о пяти шагах азербайджанской армии к успеху. Шаг первый. Профессиональный кадровый состав. Армии – это прежде всего люди, подготовленный личный состав и командование. Это аксиома на все времена, которая вновь и вновь подтверждается в нынешнее время. Именно кадровые профессиональные военные составляют костяк армии. И эта тенденция все усиливается. Современная военная техника сложна, требует постоянного и самое главное – высококвалифицированного обслуживания, а также хорошо подготовленный персонал, расчет, экипаж для использования. Азербайджанская армия, следуя примеру передовых стран мира, увеличивает баланс сверхсрочников в своем составе. Это люди, которые выбрали армию в качестве своего второго дома, которые решили в совершенстве овладеть воинским мастерством. Представляете, какое это большое преимущество – иметь в составе вооруженных сил воинов, которые в совершенстве знают веренное им оружие. Помножим это на то, что руководят солдатами срочной службы и сверхсрочниками офицеры, обученные в Турции, России, США, имеющие не только глубокие знания, но и большой практический опыт. Ведь в Азербайджане уже есть большой корпус кадровых офицеров, владеющих современными знаниями о тактике и оперативном искусстве, ведении боевых действий, обороне и наступлении, взаимодействии различных родов войск и так далее. В свою очередь, высшее руководство армии – это командиры, офицеры с высоким уровнем военного образования, широким кругозором, большим опытом, дальновидностью, пониманием хода и законов современных войн. Люди, старающиеся всеми силами не только укрепить вооруженные силы, но и сделать их одними из самых передовых в мире, подлинные патриоты Азербайджана. И именно сплав всех вышеперечисленных кадровых преимуществ, знаний, опыта и достоинств и выводит личный состав Азербайджанской армии в лидеры. Шаг 2. Современное вооружение. Современное оружие Азербайджанской армии – это мощь, доступная лишь немногим. РС-ЗО «Полонез», «Гасырга», оперативно-тактические ракетные комплексы «Лора», «ТОС», «Солнцепёк» и РС-ЗО 9 к 58 «Смерч», РС-ЗО «Линкс Экстра», «САУ», «Мста» и «Дена», огромный беспилотный летательный аппарат, семейство беспилотников «Гермес-900», бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90, штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики МиГ-29, ЗРК С-300 «Фаворит», САУ «АКАЦЕ», артиллерийская система «Гиацин», разведывательные и ударные беспилотники и многое другое – все это есть в арсенале вооруженных сил нашей страны. А это, в свою очередь, дает нашей армии огромные возможности по поражению обороны противника на всю глубину, разгрому врага как на передовой, так и второй-третьей линии обороны. Дальность поражения нашего высокоточного оружия, его мобильность, позволяют своевременно обнаруживать и поражать огневые точки, укрепленные пункты, подходящие резервы, важные объекты в глубине обороны противника, в том числе командные пункты и так далее, эта длинная рука позволяет Азербайджану контролировать всю территорию, оккупированную армянами и дальше, что дает возможность наносить удары по любому объекту противника. И самое главное, ничего противопоставить этим ударам Армения не может и не сможет. Шаг третий – забота о военнослужащих. Патриотическое воспитание, любовь к родине, стремление освободить оккупированную землю – все это есть у азербайджанских воинов. Но вдобавок есть и другое, огромное преимущество, инициированное Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым, фундаментальное улучшение социального положения азербайджанских военнослужащих. Это позволяет солдатам и офицерам сосредоточиться только на сугубо военных вопросах, на повышении боевой и морально-патриотической подготовки. Офицеры и прапорщики получают по выслуге лет квартиры от государства, повышены зарплаты и прочие выплаты. Активно строятся новые военные городки, дома для офицерского состава, казармы, воинские части, ангары и гаражи. Никаких проблем с питанием или хозяйственными вопросами у солдат нет, они едят хорошую еду, не испытывают проблем, так как хозяйственными делами занимаются наемные сотрудники. Это освобождает военнослужащих от прочих забот и позволяет сосредоточиться на главном, на военной подготовке. А все это значительно повышает боеспособность войск, каждый солдат, офицер, знает, что у него прочная база, что государство заботится о нем. Не забыты ветераны, семьи шахидов, им выдаются квартиры и машины, пособия и пенсии. Азербайджанский воин знает, что государство, президент всячески поддерживает его, и не оставят ни в бою, ни после, помогут и семье. Это разительно отличается от того пренебрежительного отношения, с которым сталкиваются армянские военнослужащие, как в армии, так и после ухода в отставку. Шаг четвертый. Победные традиции. Новая азербайджанская армия – это армия победных традиций. А они в военном деле многого стоят. Победоносные для Азербайджана апрель 2016 года, великолепная операция у села Гюнут, подбитый армянский вертолет из РК ОСА – все это и многое другое показало, что вооруженные силы нашей страны способны побеждать и делают это. То есть, начатый по инициативе и под руководством президента Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проект масштабного реформирования армии уже приносит результаты. В апреле 2016 года малая часть азербайджанской армии разгромила армян и прорвала их оборону, которая рухнула так, что из Еревана пришлось гнать автобусы с добровольцами-пенсионерами, спасать рушащийся на глазах фронт. Но это не помогло, и Азербайджан освободил часть оккупированных земель, подняв свой флаг над ними, как зарю будущих побед. Дальше, больше. В 2018 году освобождены территорию у села Гюнут в Нахчивани, причем эта победа была достигнута малыми усилиями благодаря масштабной подготовке. Все эти победы стали возможными благодаря сочетанию тщательной командно-тактической подготовки со стороны офицерского корпуса, боеготовности армии, ее вооружению, боевому духу военнослужащих, благодаря постоянным учениям в условиях, приближенных к боевым. Шаг пятый. Устремленность в будущее и вера в победу. Азербайджанская армия развивается. Она прошла этап качественно-количественного роста и переживает этап специализированного качественного усиления по наиболее важным направлениям. Этакое точечное развитие позиций. Приобретается высокоточное, современное оружие, которое позволяет Азербайджану не только поражать противника на всю глубину его территории, но и вести высокомобильную, технологичную, цифровую войну с применением самых передовых видов оружия и техники, причем скоординированно. Армия отрабатывает прорыв крепленной обороны, отражение контрударов, особенности наступления в горной местности с применением беспилотников, штурмовиков, ударных вертолетов, совершенствуя свои навыки. Все достигнутые успехи заслужены. Впрочем, не хотелось бы, чтобы была одна какая-то очень благостная картина. Нет, проделан большой путь, достигнуты огромные успехи, но еще есть куда совершенствоваться. Самоуспокоенность, чрезмерная уверенность в своих силах, шибкозакидательские настроения в стиле «на чужой территории малой кровью» — самый большой враг любой армии. Мало говорить об успехах, надо четко представлять путь к победе, делать все, чтобы техническое превосходство трансформировалось в малое количество людских потерь. То, что азербайджанская армия входит в число 50 и сильнейших армий мира, развивающийся над Лялитипе и Гюнутом флаг, доказывают. Она знает, как это сделать, как побеждать. Под руководством президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, она, несомненно, будет развиваться и дальше. И флаг Азербайджана взовьется над Шушей, Ханкенди, над всеми освобожденными от армянских оккупационных войск территориями. И очередную дату, 102-летие, азербайджанская армия встречает нацеленной на еще большее усиление и устремленной в будущее.